Два замечательных события соединились в одном празднике 29 ноября. В Михайловском районном доме культуры поздравляли всех, кто имеет отношение к празднованию столетия российской системы дополнительного образования и 45-летия Михайловской детско-юношеской спортивной школы. Открыли праздничный концерт учащейся Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2. Представьте, мы плывем на корабле, а впереди бескрайние просторы. Для нас открыты тысячи страниц волшебной книги под названием «Детство». В ней нет замков, запоров и границ. Она хранит чудесное наследство. Наследство память чьих-то крепких рук, тепло души, полет воображения, умения, знания обо всем вокруг и творчество чудесное мгновение. Прошло сто лет, без малого сто лет. Пусть первые шаги уже преданье, но как сегодня ярок добрый свет, который называют топ-образование. Считают дополнительным его. И это слово – лучшее на свете. Как не дополнить в жизни волшебство? Как без него узнать про все на свете? Вне школьное. Но каждый день летят, оставив дома школьные задания. Не сотни, тысячи восторженных ребят, влюбленных в творчество, науку, спорт и знания. Стремись вперед, дерзай, гляди смелее, чтобы в жизни воплотить свои желания. Давайте вместе встретим юбилей. Внешкольного и доп. образования. Таланты наши трудно распознать, не всякий может в них поверить. Таланты надо воспитать, их надо развивать, в них надо верить. Простые истины признать сумеет всякий, кто понятлив. Таланты может воспитать наставник, если сам талантлив. Педагог дополнительного образования – это не просто должность, это призвание. Это сердце большое и чистое, и улыбка, как солнце, лучистое. Это руки теплые, добрые. Это всегда настроение бодрое. Это забота о нас, детишках, чтоб жизнь поучили, не только по книжкам. Мастерами, увы, не рождаются, и становятся ими не все. Ведь к таланту и труд прилагается, чтоб достичь всех вершин в мастерстве. Чтоб умели мы петь, танцевать, вязать и готовить, лепить, вышивать. Чтоб в технике мы разбирались, в спорте успехов больших добивались. Чтоб с природой мы крепко дружили, чтоб свою родину нежно любили. Вы сил не жалея проводите с нами, чтоб стали со временем мы мастерами. Чтоб наши таланты раскрыться смогли, чтоб на земле мы свое место нашли. Вы в суматохе жизни незаметны. Вы нас не учите решать задачи, на воспитание смотрите чуть-чуть иначе. Для вас задача в жизни очень ясная, учить ребенка постигать прекрасное. Учить живого, живое замечать, в походах не грустить и не скучать. Вести от робких ноток неумелых, шагов по сцене первых и несмелых. К овациям, восторженным глазам, да, это все подвластно вам. Мы вам благодарны. Позвольте сейчас сказать вам со сцены, что любим мы вас. Пусть грянет гимн и пусть его услышат в далеких уголках российской стороны. Так пусть живет же доп. образование и полный грудью дышит, чтоб каждый мог зажечь огонь своей мечты. Дорогие друзья, пойте с нами, все слова на экране большом. Мы гордимся тобой, доп. образование, и тебе гимн сегодня поем. Мы сердце открываем, навстречу всем бедрам. Мы поколение юных, и все подвластно нам. Мы новая Россия, мы учимся, творим. Космические дали мы скоро покорим. Одна у нас забота, скорее подрасти. И новые маршруты на кратку налести. Вы взрослые, поймите, и не держите нас. А лучше вы нам дайте дорогу в свой наказ. Мы новейшие поколения. Мир возможностей, как во сне. И у нас лишь одно спрепление. Быть полезным в своей стране. Быть полезным в своей стране. Летит вперед планета, и мы летим на ней. Мы время покоряем, мы партия детей. Мы твердо-твердо знаем, мы ответим и за все. Мы всем подарим счастье, вот только подрастем. Мы новейшие поколения. Мир возможностей, как во сне. И у нас лишь одно спрепление. Быть полезным в своей стране. Быть полезным в своей стране. Поздравили учителей. Ведь именно они являются основой дополнительного образования и спортивного воспитания в Михайловском районе. Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров. Глава администрации Михайловского муниципального района Евгений Сидоров. Председатель Михайловской районной думы Александр Куфильд. Начальник управления образования и молодежной политики Светлана Клилкина. И директор Михайловской детско-юношеской спортивной школы Виктор Орлов. Сегодня венец празднования в 100-летие. И вот сегодня 45 лет нашей спортивной школы. 45 лет так мало и много. Вот с Виктором Александровичем разговариваем. Вот сколько помню его, он руководит этим учреждением, этой школой. Ну и тоже сколько помню себя, стал ему помогать в этих делах. Помогать организовывать праздники, организовывать турниры. И вот сегодня, когда мы празднуем 100-летие дошкольного образования и 45 лет нашей школы, мне бы хотелось всем, особенно ему, поздравить его с этим праздником, пожелать доброго здоровья, долгих лет жизни и работы, чтобы наша школа всегда была одной из первых. А на самом деле наша школа спортивная выпускала и продолжает выпускать в жизнь прекрасных людей. Тот, кто занимается серьезно спортом, да даже если не серьезно, он не будет хулиганить, не будет заниматься пьянством, курить, и многое-многое другое не будет делать, что не надо делать в обществе. Поэтому, друзья мои, вас всех с праздником, всем преподавателям большое спасибо, низкий поклон, здоровья и добра и мирного неба. 100 лет дополнительного образования. Ну, это очень хороший институт, который позволяет каждому из наших ребят получать больше знаний, развиваться во всех направлениях, потому что в Михайловском районе очень много кружковых движений, я так это назову, которые позволяют каждому из молодых людей, который хочет показывать себя, ну и, конечно же, совершенствоваться. Я хочу большие слова благодарности сказать тем преподавателям, которые делают это, потому что не каждому дано заниматься с детьми, не каждому дано такое терпение и любовь. Ну, родная спортивная школа, с Виктором Александровичем тоже давно работаем, и учился я там, будем говорить, занимался и в отделении в первой школе, и в спортивной школе. Ну, сейчас по долгу профессии стараюсь поддерживать и помогать, и Виктор Александровичу, и, соответственно, школе. Вот с большой любовью, без всякого напруга, когда Александрович приходит, мы с ним говорим о деньгах, ну вот, а о деньгах это особый случай, всегда ведь тяжело и мало денежек, но на родную школу всегда находится возможность для того, чтобы поддержать и детей, и в целом жизнеобеспечение этой школы. Много разных интересных случаев, вот сейчас сидел, вспоминал. Ну, а самое главное, школа воспитывает любовь к спорту, любовь к здоровью, соответственно, любовь к своей стране делает из ребят, настоящих мужчин, девушек, женщин, крепких, здоровых, нужных своей стране. Поэтому порядка 14 тысяч, да, за все эти 45, это огромное количество, это, можно сказать, наш весь город Михайлов с прилежащими территориями занимался спортом и занимается. И многие здесь сидящие, их нельзя назвать выпускниками, потому что многие из них с детства остаются на всю жизнь, тренируются сами, тренируют своих детей и даже внуков. И это очень нужно, потому что в здоровом теле здоровый дух. Серьезная, значимая дата. Есть громкие достижения, есть громкие имена, но самое главное, что есть будущее и перспективы. Я сам на сегодняшний день посещаю спортивную школу и вижу, с какой любовью родители приводят своих детей заниматься спортом. И как впоследствии из этих ребят получаются настоящие мастера. Разрешите мне от лица депутатов Михайловской районной думы сердечно поздравить вас с праздником и пожелать не останавливаться на достигнутом. Идите вперед, идите к высоким спортивным достижениям. Добра вам, успехов, здоровья, с праздником. Что самое главное в нашей жизни? Я часто это повторяю. И наша задача педагогов найти в нем то зерно, развить его, довести до совершенства и, возможно, дать ребенку направить его на путь, на выбор какой-то профессии или просто развить творчество, которое впоследствии даст великолепный результат. И вот система дополнительного образования – это удивительная система, которая именно над этим зернышком и работает. И дети сюда идут с удовольствием. Они развивают себя в различных направлениях. Они ищут свой путь в жизни. Дорогие преподаватели, от всего сердца желаю вам счастья, здоровья, добра, творчества, уметь находить то самое зерно, доводить до совершенства и получать великолепный результат. Вперед к победам, к свершениям. И еще пожелаю, чтобы спектр наших направлений в дополнительном образовании был расширен. С праздником, дорогие друзья! Все 45 лет нами было сделано, прежде всего, самое главное – это созданы традиции у спортивной школы. Без этих традиций мы бы и не назывались, наверное, школой. Как бы ни было, что бы ни было, уже четвертое поколение людей приводят своих детей. И теперь пошли внуки. Понимаете? Вот это очень важно для нашей школы. Я как старался быть помощником, быть педагогом, так и продолжаю им быть, спасибо вам всем за то, что вы сегодня пришли, за то, что... Ну, а педагоги, об этом мы с ними родственные души. Как в наших кругах говорят, это не специальность, это диагноз. Так что всех поздравляю вас с этим юбилеем. На праздники были награждены лучшие представители профессии, педагоги, тренеры, преподаватели, юные спортсмены. Праздник подготовили вокалисты и творческие самодеятельные коллективы районного Дома культуры Иван Гранков, Алина Ежель, воспитанники спортивно-танцевальной студии «Калибри», футбольный клуб «Вымпел» и Денис Коченов, подведшие итог праздника песни «Вперед, Россия». Песня «Вперед, Россия» Песня «Вперед, Россия» Владислав Окароков и Евгений Бостраков Специально для Михайлов ТВ